Будущее Будущее Что-то будет завтра Качнулся мощный взрыв аккорда И подо мною все быстрей Земля светло плывет и гордо Вращаясь в круг оси своей Подходил к концу 1891 год Уже год полтора, как ульяновы жили Вот в этом доме купца Рытикова В восточной части Самары Володины приятели хорошо знали дорогу к этому дому И нередко заходили к ульяновам на чай А как-то ближе к концу декабря Алексей Склеренко Зайдя на огонек Прямо с порога объявил А я к вам Володя с идеей Товарищи предлагают встретить этот Новый год в складчину И знаете у кого? У Анны Абрамовны Кацнельсон Ну, что скажете? Видите ли, я бы охотно пошел Алеша, но у нас семейная традиция Встречать Новый год дома Ну так изменить ей на сей раз Там будут все наши товарищи Даже не знаю, как быть Сейчас посоветуюсь с Анечкой Так в чем дело, Володя? Пришла на помощь Аня Встретишь Новый год дома, поздравишь маму А потом пойдешь к друзьям Ночь длинная, успеешь и с ними побыть Так он и сделал Ровно в полночь поздравил родных Обнял мать Поцеловал у нее руку А потом поспешил на Дворянскую В квартиру Анны Абрамовны Кацнельсон Где его уже ждали друзья Все обрадовались Раздались несколько голосов Ульянов, Володя А за опоздание штраф Бокал, вина и тост Потом объявили кадриль И Володя пошел танцевать В паре с Маней Лебедевой Вначале он стеснялся Но когда увидел, что и другие-то Не очень изощрены в кадриле Осмелел и даже стал сам придумывать И объявлять новые фигуры Разошлись уже ближе к рассвету Володя проводил Скалеренко и Маню Лебедеву И вернулся домой Где все уже давно спали Володя проводил Скалеренко и Маню Лебедеву Вечером 31 декабря 1895 года Катюша Волжина вышла из этого дома на Николаевской Где она жила с родителями и сестрой Сашей И отправилась в сторону Алексеевской площади В редакцию Самарской газеты Уходить вечером из дома ей было не впервой Такова служба корректора Который за ночь должен вычитать газетный номер От корки до корки А потом его доставят подписчикам Но сегодня Катя шла в редакцию не для того, чтобы исправлять ошибки Сегодня она шла туда веселиться, петь песни, танцевать Может быть выпьет и шампанского Ведь она уже не гимназистка Но шампанское это не главное А вот в главном она боялась признаться даже самой себе А раз боишься признаваться, так не признавайся В конце концов за язык тебя никто не тянет Иди, веселись, радуйся Ведь их пока так немного было в твоей жизни Этих самых праздников Да и откуда им взяться, если родители Несколько лет не могли свести концы с концами Из-за болезни отца приходилось перебиваться с копейки на копейку И жить продажей вещей Малоприспособленной к жизни мать Перешивала вещи А Катя и Саша помогали ей в этом В 1892 году матери удалось получить место заведующей столовой для голодающих Весьма скромная плата за этот труд была не лишней в семье Которая привыкла перебиваться случайными заработками К тому же вместе с 15-рублевым жалованием Заведующей полагались два ежедневных обеда из столовой И верх домика в три окна на Николаевскую улицу В Самаре Катя продолжила обучение Начато еще в Сумах, где они жили раньше И затем прерванная на год с лишним Пожалев всегда полуголодную девочку Мать одноклассницы пригласила ее жить у них Но отец Кати воспротивился тому, что дочь Приетят чужие люди Тогда Катя ушла в общежитие Плату за которое вносила за нее купчиха Курлина Начиная с 4 класса Катя Волжина Начала отдавать уроки А вот теперь она шла веселиться И ничто на свете не могло остановить ее Будущее это не симфония ужаса и мрака Будущее это Бетховен Через борьбу и страдания к радости Как это верно? Конечно, будущее это не война миров Не битва хищников с планеты Марс Нет Ближайшее будущее это очистительный огонь освободительного движения Свет в Африке, Индии, Китае, во всем мире И, конечно, конечно, человек Какой великан Бетховен И какая задача музыкой высекать искры и сердец Голубчик мой, Катя Скоро уже 2 марта Наконец-то я увижу тебя Скорее бы Сколько страданий и горя Сколько тревог пришлось мне пережить за этот месяц Нет, он не лукавил Сочиняя ей это письмо по дороге из дома в редакцию Ей, Катюше, из Самары в Кронштадт Страданий и горя ему и в самом деле Двелось пережить немало И в свои 27 он увидел столько Сколько иному не пришлось увидеть за всю жизнь Вот и теперь Когда счастье, казалось бы, улыбнулось ему Новое, неожиданное препятствие Катя познакомился в редакции С замечательной девушкой Умной, чистой, не избалованной Сделал ей на новогоднем празднике предложение Но ее родители сказали твердое Нет, мол, мы хоть и бедные, но дворяне А он кто? Голодранец! А чтобы Катя выбросила эту любовь Из головы отправили ее из Самары в Кронштадт К родственникам Дескать, там она про него, босика, точно позабудет Да не тут-то было За время разлуки Влюбленные стали еще ближе друг к другу И каждый день обменивались письмами В которых строили планы на будущее Вот сегодня по дороге из дома в редакцию Он снова сочинял ей письмо Что-то будет завтра, не знаю Мне необходимо бросить газету Катя Иначе она съест меня Она столько портит мне крови Если бы не ты, я бы завтра, даже сегодня Уехал бы из Самары Он и уедет в мае 96-го А в августе снова вернется в Самару Чтобы обвенчаться с Катюшей Волжиной Отныне превратившейся в Екатерину Павловну Пешкову Жену Буревестника Той самой революции Что была уже не за горами И совсем скоро начнет крушить все Что только подвернется ей под руку Ничего не знаю лучше Опассионата Остается добавить Что Владимира Ильича Ульянова Ленина Не станет всего через 4 года После этого музыкального вечера В гостях у Пешковой Горький переживет его на 12 лет Пианист Исай Добровейн Еще при жизни Ленина В 22-м Покинет Россию И больше в нее не вернется А скончается он в декабре 53-го в Осло Дольше всех проживет на этом свете хозяйка Той самой московской квартиры Екатерина Павловна Пешкова Сердце которой остановится только в марте 1965 года Я умоляю вас Не надо Не раскрывайте тайну мне Бетховен Апассионата Мы с музыкой Наедине С вами был Михаил Перепелкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok